Здравствуйте! Я думаю, что вы прекрасно знаете, что недвижимость в Таиланде приобретается в 100% собственность, в том числе с правом передачи по наследству. Принципы наследования в Таиланде схожи с российскими. Наследника можно определить либо в соответствии с завещанием, либо в соответствии с очередью, прописанную в законодательстве Таиланда. Если же завещание не было составлено, то наследование будет идти по следующему принципу. 50% автоматом отходят супругу, либо супруге. Остальные 50% делятся между всеми детьми в равных долях. Если мы говорим о имуществе, которое было приобретено до заключения брака, оно будет наследоваться в соответствии с распоряжением суда. Как показывает практика, в таком случае процедура наследования затягивается на длительное время. Гораздо проще и дешевле будет составить завещание. Это можно сделать у любого тайского юриста, стоит это от 5 до 7 тысяч бат. Таким образом вы сэкономите огромное количество времени и нервов своим наследникам. В Таиланде не существует налога на наследство. Для того, чтобы оформить недвижимость наследника, необходим его загранпаспорт, также необходимо свидетельство о смерти и завещание. Если завещание было составлено на русском языке, то необходим будет консульский перевод. Опять же, гораздо проще сделать завещание здесь, у тайских юристов, на тайском языке в соответствии с местным законодательством. Наследник должен заявить о своих правах в течение года. Если же он не успел это сделать, то в таком случае недвижимость может отойти государству и вернуть ее будет практически невозможно. Естественно, с оформлением подобной документации мы помогаем нашим клиентам и этот сервис является бесплатным. На сегодня у меня все. Надеюсь, сегодняшний выпуск был полезным. Можете также подписываться на наш YouTube-канал, заходить на наш сайт. Там очень много полезной и интересной информации. До свидания. Продолжение следует...